Для жителей Донецка процитировать Шевченко оказалось непросто. Но после нескольких тренировок и повторений строки все же всплыли в памяти. Мэр Донецка уверен, что многие стихотворения автора были пророческими, а творчество в целом цену не только для украинской литературы. Но сам продекламировать великие строки не решился. На празднике прозвучали такие известные поэзии, как «Заповит» и «Мертвым и живым» отрывки из поэмы «Утоплено». Ко многим произведениям поэта, например, к стихотворению «Думы Мои» композиторы создали музыку, а народ настолько полюбил их, что уже считает народными песнями. Сегодня перед памятником развивались десятки желто-голубых флагов. 198 лет назад родился Тарас Григорьевич Шевченко. Все знают его как великого украинского поэта, некоторые как знаменитого художника. Но лишь единицы помнят о том, что именно его творчество разбудило украинскую национальную идею и подтвердило, что литература на малорусском языке не миф. Творчество поэта дало толчок к развитию украинской литературной речи. На Донбассе, к сожалению, не все владеют ее в совершенстве, говорят ученые. Но именно благодаря Кабзарю наш государственный язык признали во всем мире. Дав поштовх до створения целой плеяды творений, которые потом наследовали его. Не одно столетие. Великая количество прозаиков, поэтов звертается до тем и мотивов Шевченко. И говорят про определенные идеалы, которые были закладены в литературе именно Шевченко. В знак памяти и уважения букеты с желто-голубыми лентами возложили сегодня к памятнику как чиновники, так и простые дончане. Также в начале марта во всех учебных заведениях области проходят шевченковские чтения. Этот год исключением не станет. Анастасия Волкова, Георгий Жилич, Панорама. Анастасия Волкова, Георгий Жилич.